Премьер-министр страны Сирик Ахметов сегодня вдруг вспомнил о крестьянстве, которое со всех сторон окружает столицу. Министру регионального развития Булату Жамишеву теперь работы хватит. Все села в радиусе 30 километров вокруг Астаны должны соответствовать новому стандарту – облик Астаны. Как это понимать? Точно, похоже, пока не ясно представляет и сам премьер. Но поди теперь министр и обеспечь. Астана словно магнитом притягивает земледельцев и животноводов. Людей, желающих строить в Астане в рамках 30-километровой зоны вокруг Астаны, очень много. Давайте возьмитесь за это. Возьмите, Булат Бедахмедович, внесите предложение. Мы готовы рассмотреть и готовы оказать помощь со стороны правительства целевым выделением средств на поддержку инфраструктуры и изменение облика этих поселков, сельских населенных пунктов вокруг Астаны. Жителям поселка Талабкер, что в 10 километрах от казахской столицы, как говорится, не до внешнего вида. В буквальном смысле для 7 тысяч талабкерцев самые главные проблемы – это что пить, сельчане возят воду из столицы, как и на чем ездить. Кругом плохие дороги и нет общественного транспорта. На весь аул один китайский микроавтобус. Такса по-крестьянски незамысловато. Один доллар в один конец. Местные, к словам премьера, относятся скептически. Мы мучаемся без питьевой воды. Вы не знаете, когда сюда нам воду проведут? По-моему, никто сейчас не думает, как народу живется. Если поможете решить хотя бы маленькую часть проблем нашего села, мы будем вам очень благодарны, премьер-министр. Все работоспособное население аула Талабкер на заработках. Оттого днем на улицах аула можно встретить лишь женщин и детей. А кем аула говорить отказался. В приватной беседе поделился. Земельные участки от 15 тысяч долларов, тонны угля почти 100 долларов. В сельской казне гуляет ветер. Деньги дают только на озеленение и благоустройство. Бахыт Назымбек – одна из немногих, кто не ездит в столицу на заработки. Три месяца назад мать четверых детей открыла в ауле собственную и пока единственную парикмахерскую. Придает головам лоск и новый облик. Это очень непросто делится Бахыт. На счету каждый литр воды печку топят сами. Аренда Цирюльне баснословная – 400 долларов в месяц. Парадокс – живешь и пашешь на земле, а купить ее нет возможности. Вообще они должны соответствовать, но это нереально. Сами же они говорят, что есть земли, которые можно выкупить через аукцион. Они цены не соответствуют. Вот охота взять, да, хочется. Я думаю, там сестра поможет, там дядя поможет, но у самой-то за спиной не гроша. Но думаю, вот, можно взять. Они миллионы стоят, миллионы эти участки. В аренду они не дают. Как ни крути, получается, талабкерцы – не перспективные граждане. А таким, по словам премьера, даже на крохи с бюджетного каравая не стоит рассчитывать.